Всем здорова! Сегодня я попробую поразмышлять, рассказать об одной, наверное, из самых животреперщущих проблем, даже об одном из самых актуальных вопросов человечества на протяжении всего его существования. Это как познакомиться с девушкой. Как познакомиться, как замутить. Ну, вообще, продам. Продам, потому что и сам собирался давно рассказать в своем одном из видосов, называется он «Ответ на чужой вопрос». Я немного коснулся этой темой. И, кроме того, вы, замечательные мои подписчики, часто задаете какие-то вопросы, перекликающиеся с этой темой. Поэтому я решил сделать несколько видосов. Я давно уже хотел сделать именно на эту тему. И сегодня я, наверное, расскажу самые-таки основные моменты, которые я на... Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но на основании опыта собственной жизни, наблюдений, мыслей, может быть, и практики, вот, могу вам сказать, посоветовать, кому-то, может быть, это пригодится. Вот. Наверное, начну я с того, что все, все девушки одинаковые. Конечно, все они разные. Я с огромным уважением, почтением и, там, учтилась, там, еще с разными другими чувствами отношусь к некоторым из девушек, вот, и ко всем в общем, вот. Но, в принципе, для ребят я снимаю этот видос, поэтому я могу сказать, что все они одинаковые. Без разницы вообще. Страшная она, красивая она. Все заключается только лишь в тебе, в твоем понимании, в твоем мировоззрении. Потому что у каких-нибудь пигмеев, там, вставляют кольца, может, не у пигмеев, в общем, каких-то негров, там, племен, вставляют кольца в шею, вытягивая тем самым шею, чем длиннее у девушки шея, тем она красивее. Там, средние века был культ красоты такой, такой довольно толстой девушки, вот, упитанной. Сейчас, наоборот, это какие-то кости до кожи, скажем так. Кроме того, одному нравятся одни девушки, другому другие, и поэтому красота, на самом деле, это вообще полнейшее, полнейшее субъективное понятие только для вам. Вот лично в твоей голове живет это понятие красоты. Соответственно, когда ты вот это понимаешь, что все они одинаковые, ты уже перестаешь заморачиваться по поводу того, что кто-то боится подходить к красивым, кто-то не боится. Просто представь, что все они одинаковые, и вот со страшными, у тебя ведь нормально все получается, со страшными ты нормально, весело болтаешь, все там здорово, ты можешь там, не знаю, приходовать чуть ли не с первого знакомства любую страшненькую дамочку, в твоем понимании страшненькую. Но ведь она не считает себя страшной. Любая из девушек считает себя, в принципе, красивой по-своему, ну и таковой является. И хочет, и будет требовать какого-то там непонятного отношения к себе. Как непонятного, каких-то там подарков, цветов, ношения на руках, потом будет капризничать, вертеть тобой направо-налево, еще и будет гулять непонятно где при плохом с ней обращении. Ну, плохом в кавычках, там разные могут быть понимания. Поэтому самое главное, я хочу сказать, что, ну это вот на этапе вот такого вот, таких вот начала отношений, когда ты только-только думаешь, там боишься подойти, не боишься подойти. Это, я не знаю, нужно представить, что та девушка, которую ты хочешь подойти, замутить, она некрасивая. Ничего в ней красивого и нет. Кроме того, вот глядя на девушек, знаете, некоторые девушки бывают красивые в 20 лет, а уже в 25 они какие-то стрёмненькие, там, не знаю, обвисшие какие-то там, замызганные что ли. Есть такие, которые серая мыша просто там в 17, 18, в 20, а к 30 смотришь, и, блин, слюни текут у всех подряд. Вот, а некоторые есть такие, что и в 40, и в 50 только становятся, ну просто красотками на фоне своих сверстниц, и даже более молодых подруг. Поэтому, в принципе, в каждой главное разглядеть её красоту, и одновременно с тем, в каждой из них ничего красивого в ней нет. И зная это, и относясь к ней, как к обычной дурнушке, к любой красавице, ты нормально подойдёшь. Ты будешь говорить с ней то, что тебе хочется сказать. А ещё я хотел сказать такая фишка, что если девушка тебе нравится, то, значит, ты нравишься ей, ты можешь ей понравиться. На основе чего я вообще сделал, потому что такой вывод, я считаю, что все люди так созданы, там химия, какие-то генетические расположенности, там ещё что-то, вот, что, ну всё это завязано на том, чтобы, грубо говоря, продолжать свой род, и были дети. Есть же люди, которые там несовместимы просто-напросто, физически даже детей не могут завести, а с другими людьми заводят. Вот. Начинается это всё от того, что вы друг другу нравитесь. И если тебе хочется быть с этой девушкой, если вдруг ты взглянул на неё и понял, что она тебе нравится, почувствовал это, вот, хочется тебе к ней, по-любому у неё то же самое. Может быть, её там запудренный мозг, там, различными какими-то программами, телевизионными, общественным мнением, какой-то ещё хернёй, придал ей, там, слишком много излишнего тупого пафоса, там, ещё какой-то ерунды. Может быть, она задирает нос, там, ещё как-то себя ведёт. Если она тебе нравится, значит, ты нравишься ей. Это задумано природой просто-напросто. Поэтому это уже, как бы, ты должен знать, что это всё, это значит, что ты должен идти вперёд. Немного я путаюсь, конечно, так, нелогично и слагаю свои какие-то мысли. Ещё хочу сказать, что если, например, говорить о девушках, ну, это что касалось таких более молодых девушек. Во-первых, нет некрасивых, все, в принципе, в какой-то момент жизни красивые, в какой-то момент уродины, всё заложено просто в тебе. Не знаю, представь, как она седет там где-нибудь в туалете, и сразу тебе всё благоговение перед этой пафосной скотиной у тебя пропадёт. Ты поймёшь, что это всё, ну, просто показуха. Она настолько же красивая, как вот та вот за партой, там, не знаю, какая-нибудь серая мыша, которая там копошится в учебниках, или там ещё где-то там полымывая, там ещё что-то делает. Через несколько лет они поменяются ролями вообще в лёд. Ну, очень-очень элементарно это всё происходит. Когда сегодняшняя царица там через год-через два становится полубомжихой какой-то. И, ну, даже если, даже если она там удачно отсосала у кого-то, даже если она в своём Ауди там гонит, она всё равно становится такой, ну, мало привлекательной, по большому счёту, тёткой. И, ну, как я уже говорил, внешность вообще имеет второстепенное значение, если на долгую перспективу. А если на сейчас, по-быстрому, туда-сюда, самое главное, чтобы ты был самим собой, ты был уверен в том, что ты самый лучший мужчина на свете. Лучше тебя нет. И, зная это, ты будешь самим собой, тебе будет весело, нормально, здорово. И уже, ну, все остальные просто будут проигрывать тебе, потому что ты лучше всех. Вот. Будь уверен в себе. И любая девка, если она понравилась тебе, она будет с тобой. Вот. Кроме этого, что я хотел сказать? Про каких-то там более таких... Если, в общем, девушки. Если это не про молодых, а про... Вот. Ещё хочу рассказать про... Вообще про девушек, которые... Чуть постарше. Скажем так, если девушки там 25-30 лет, ну, тем более, если больше 30-ти, либо, может быть, там ей, там, ну, 22-23, но она уже родила, там, или, там, она уже замужем, ну, в общем, вот такие девушки, которые, ну, уже не совсем дурочки, не такие, что ещё там бегают с косичками, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ты понимаешь, что девушка уже с мозгами. Если девушка с мозгами, то любой вообще твой с ней разговор, ты с ней разговариваешь, и она нормально с тобой общается, ну, ты это чувствуешь, что нормально, как бы, она идёт. То есть, и небольшое проявление ей какого-то внимания с твоей стороны, там, не знаю, что ты написал ей, такое, может быть, не совсем делового формата, она тебе ответила. Позвал кого-то погулять, она пошла с тобой погулять, например. Ну, там, не знаю, пригласил её поесть вместе, куда-нибудь, она с тобой пошла поесть вместе. Это уже значит то, что, в принципе, ты можешь с ней смело, там, буквально, ну, уйти. Почему? Понятно, бывает, что извежливости, но это всё всегда ясно. Умная девушка, девушка, которая уже в жизни что-то знает, ну, там, говорю, замужем, там, может быть, дети у неё есть, или там ей лет уже 25-30, она прочитала много книжек, поумнела вообще в силу опыта, она, может, там вообще ничего не читала никогда в жизни, но они всё равно в этом плане умнеют. Вот. Она прекрасно понимает, что ты хочешь от неё. И, идя с тобой, например, там, поужинать, она не... чаще всего, чаще всего она понимает, чем это может рано или поздно закончиться. И если она идёт с тобой ужинать, то всё, она не только готова, она ещё и ждёт уже того момента, когда после ужина у вас там будет продолжение. Вот ещё что хотел сказать лично, может быть, из каких-то своих мыслей, наблюдений и тому подобных вещей. Вот. Ладно. Так это всё. Ещё будут мне приходить какие-то, может быть, мысли в голову по этому поводу. Потому что на этот счёт всегда куча всяких мыслей, всегда куча каких-то таких вещей. Просто я особо не готовился. Так решил выложить некоторые свои мысли. Бывает, они и так стройно складываются у меня в голове. Бывает, вот так вот начинаешь говорить и немножко получается некоторая ахинея. Но какие-то основные моменты, которые я хотел вам посоветовать, в этом видосе есть. Давайте. Всем пока. Всего хорошего.